Возможностью посетить Беларусь без визы уже воспользовались около полутысячи иностранных граждан, сообщили в Государственном пограничном комитете. Среди тех, кто прибыл в Беларусь по новым правилам, больше всего граждан Германии, Польши, Италии, Литвы, Франции и Великобритании. Пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран начал действовать в Беларуси в воскресенье. МИД страны рассматривает возможность продления срока безвизового пребывания в Беларуси до двух недель, чтобы иностранец мог, например, отдохнуть в санатории. Также продолжается работа с европейскими партнерами по вопросу снижения стоимости шенгенских виз для беларусов. Беларусь вошла в топ-10 стран с высоким уровнем безопасности, поэтому показателю наша страна обошла ближайших соседей и разместилась на 10-й строчке рейтинга, составленного популярным сервисом Nambeo. Первое место по опросам пользователей сайта занимает Катар. Также, согласно рейтингу, самые спокойные страны для жизни – Сингапур, Австрия, Объединенные Арабские Эмираты и Грузия. Всего в рейтинге уровня преступности и безопасности оценивалось 125 стран. Возможности самостоятельно корректировать беларускую систему образования, предлагать управленческие решения и обсуждать проблемы появятся у родителей школьников и общественных деятелей. Для этого в Беларуси создадут специальный совет, объединяющий всех, кто связан с системой образования, но не подчиняется профильному министерству. На новой площадке каждый сможет внести свои рациональные предложения, цель которых – подготовить ученика к выходу во взрослую жизнь.